Коль скоро мы заговорили об общественных выгребных сортирах, они редко бывают говорящими, редко бывают усатыми, но мы же знаем, что Россия это страна возможностей. То есть в России возможно все. Вы, в общем, Оля, угадали, на арене, конечно, наш друг Бесогон Никита Сергеевич. О нем никак невозможно было бы сегодня умолчать, потому что Никита Сергеевич путем сложных вычислений вышел на собственный след. Это же надо было так долго, так пафосно, с такими завываниями ломать руки над русским лесом и над тем, что делают с ним поганые китайцы. Как они его безжалостно вырубают, не устраивая нужных лесопосадок взамен. Как варварски они грибут отечественную древесину. Блин, и он на этом вдруг попадается сам. Выясняется, что абсолютно тем же самым, что злодейские китайцы на протяжении многих лет занимался сам Никита Сергеевич во взятых в аренду угодьях у государства. И спилил какое-то неимоверное количество этого леса. Ну, взяли его за патриотический взят. Ну, взяли, конечно, нежно. Понятно, что все, в общем, что он шакалит. Ведь дураков, которые верят в какие-то светло-пафосные заявления, в стране-то, в общем, уже не осталось. Мы все хорошо друг друга знаем. И знаем, что при малейшей возможности все жулики. И можно было бы абсолютно не устраивать. Цирк Никитушка, он же, в общем, лапушка. И мы все думаем, как теперь ему помочь. А он-то заголосил и обзывается. И все у него прям плохие. И я тоже плохой, как выяснилось. Вы что, лес рубили в Томске? Нет, я не лес рубил. В Томске я хуже. Я хуже. А лес вообще на корню подгрызли рептилоиды, подосланные Трампом. По его последней. Это вот этот его собственный лес подгрыз? Да, да. Сам он ничего не рубил. Нижегородская область, если я правильно понимаю. Да, совершенно верно. Тоже Нижегородская область. Да, да, да. Лес он не рубил, он только целовал березки. А лес просто был, если он куда-то делся, то, вероятно, он был чипированный и по указанию G5 он куда-то ушел. То есть он долго, нудно, зачем-то давит прыщи своих комплексов. Я все думаю, как ему помочь? Надо просто вот, чтобы это был единственный человек в стране, которому разрешили бы основать свой концерн. Я даже могу предложить для него название, например, там, Сперлес. Сперлес Никита, да? Это же чудесно. Потому что ведь у него же не получилось, он же, у него цель жизни была отобрать у Грефа Сбербанк, да? Заменить букву П, Б на П и получить там Сперлес Никита, да? Это тоже было бы очень классной организацией знаменитости. Тем более, что сейчас банк так хорошо называется, просто Сбер. Да, да, да. А так можно было... Ребрендинг дешевеет. Да, да. Попал бы он в нужные руки, назывался бы он просто Сперлес Никита.